Привет! Поехали в гараж. Я вам про гонки расскажу и еще что-нибудь про автоматические коробки передач. Начался сезон Moscow Classic Grand Prix. Кольцевые гонки классических автомобилей. От Твери участвуют обычно два автомобиля. 48 копейка это моя машина и 123 дройка так называемая. Универсал Кирилла Булатова. Сейчас хотелось бы рассказать о том, как это чувствую я. И вы как будто бы будете сидеть в заднем диване автомобиля и все увидите. Соревнования начались с того, что машина подкинула небольшие сюрпризы. Что-то там было с головой, поэтому голову нам везли из Твери. Братья Кириллу везли вообще целый двигатель. У него весь мотор застучал. Его ждала замена мотора за ночь перед гонками. Сами гонки прошли интересно. На старте все прошло хорошо, было дождливо. Несколько тычков таких вот опираний на соперниках не удалось избежать. Классно управлять автомобилем, когда ты едешь вот в огромном потоке. Все едут с одной целью. Очень близко, скользко. Но ты уверен в тех людях, которые едут перед тобой и держишься за ними буквально метр там, да, вот от их багажника. На скорости 100, а может быть даже и больше. Все прошло более-менее гладко, за исключением того, что я стал прикрывать калитку. Чуть-чуть опоздал с торможением. Кирилл Булатов ткнул меня в машину. Я не избежал контакта в самом медленном повороте, в шпильке. Там очень много воды внутри. Я был внутри. И меня немного соскользнула мордочка, да, передняя ось. И я ткнулся в Вильдан. Его мгновенно передо мной развернуло. Я очень сожалел, что произошел такой контакт. Вообще было очень стыдно за свои движения. В то же время надо было догонять дальше. У меня был соперник «Семерка». «Семерка» это не модель машины. «Семерка» это стартовый номер. У него был просто режим ракета включен в этот период гонки. Он обогнал меня, сел на хвост гири, обогнал его. Но в номер 7 вылетел с трассы в АМГ-арене. Ну и, соответственно, Кирилл проехал, и я проехал. Все равно его ход был быстрее, чем мой. Он меня обогнал. Буквально там за круга 4 у меня стали конкретно заедать дворники. Заели настолько, что они совсем перестали двигаться. Это в дождь, дождевой гонке. Хорошо, что лобовое стекло было намазано антидождем. На большой скорости капельки улетают. Даже с такого прямого лобового стекла «Жигулей». Буквально за один круг у «Семерки» что-то случается с машиной. Она резко замедляет, но я ее обогнал с легкостью напрямую. Следующая гонка стартует уже с хода. Мне очень нравится старт с хода. Он какой-то такой действительно впечатляющий для самого гонщика. Ты едешь вот в этой сначала гоночной пробке, и потом как по команде вот этот вот улей начинает жужжать. Это действительно такое впечатляющее действие. После АМГ-арены немного так вот в боулинге поиграли и сместили. И на прямой обогнал сначала «Семерку», а потом и «23-ю» машину. Буквально через круг, я вижу, это прямо передо мной едет Кирилл Булатов, а перед ним едет «83-я» машина, Максим Курушин. Он просто вылетает с трассы на пустом месте. Его никто не трогал. Был разрыв между машинами. Это самостоятельная ошибка. Тем самым я выхожу на третью позицию, и в голове вот эта вот мысль, что я третий, не дает рукам покоя. И началось вот это вот нервы какие-то. Я третий, мне надо удержать эту позицию. Сзади какие-то быстрые гонщики. Началась. Тут ошибка, там ошибка. Здесь немного задел траву, здесь немножко загрязнил себе шины. Грязные шины в дождевой гонке – это просто капец. Эта вся грязь, она остается в канавках, плохо работает при моментах, когда шина нагружается, и машина скользит, проскальзывает мимо поворотов. Меня проехала «семерка», потом Грушин нагнал, «23-я» машина тоже пролезла. Но к этому моменту уже шины прочистились, и я стал держать, мог держать их темп. И вот этот момент, когда я вижу, что у них какая-то залезалась борьба, и она чувствуется, вот этот накал, какая-то нервозность, прям электрифицированность. Воздух, она чувствуется даже двумя машинами позади. Они действительно между собой боролись настолько, что в последнем повороте, последнего круга, последней гонке этого первого этапа «Москва классика Гран-при», они сталкиваются и вылетают с трассы. А здесь и «23-я» машина, там Роман Хромов и я. В общем, вот на четвертом месте у меня удалось завершить эту гонку. В общем, вот такие вот две поразительные гонки между собой. Потом прошло три недели. Мы были готовы, у нас с машиной вообще проблем-то не было. Мы были готовы ко второму этапу, который проводится в Мечково. Но я не знаю, это какая-то заколдованная зона для нашей машины. Приезжаем сейчас, и у нас вообще все сыпется из рук. Смотрите, аккумулятор, генератор, три бензонасоса. Там еще какие-то проблемы, что-то, в общем, машина не ехала от слова совсем. Первой квалификацией у меня удалось проехать четыре круга. На гонку я выезжаю, когда вроде бы все собрали, вроде бы все починили, но на круге выезда из боксов машина останавливается, не едет больше. Короче, быстренько поменяли провода, потому что дядя Витя – механик, самый главный человек, который создал эту машину и занимается с ней постоянно. Его долбануло током, он понял, что это провода, их надо поменять. Я выехал, больше проблем с машиной, а тот день у нас не стало. Я выехал на старт, но меня не пускают, потому что по правилам мне оказана была помощь, поэтому стартовать я не могу. Я стою, смотрю, там, как Кирюха у нас катается. К сожалению, были проблемы, он доехал до финиша, но на последнем месте. И вот потом я выхожу на старт последней гонки, второго этапа Moscow Classic Grand Prix. Очень хочется показать результат. Ребятам сказал, давайте зажжем в этой дыре, ну, как бы, потому что мне очень хотелось прорваться. Мне нужно было обогнать Волги, мне нужно было обогнать Кирю, у него были проблемы с машиной, да, и стать далеко не последним. И я был уверен в темпе своей машины, в темпе… Но, к сожалению, старт получился вот таким. Посмотрите на это видео в реальном времени. Это просто у меня, к сожалению. Это вот так чик-чик-чик, и все. И вот машина недвижима, она не может никуда ехать, колесо спущено, я там в машине этого не чувствую. Вся машина побита. Я сидел в машине, не знал, что делать. Они все уехали когда. Это было просто, ну… Ну, вот как? Только что ты надеялся на то, что будет, и тебя вот немножечко справа так вот бортанули. Я взлетел, машина подлетела, подпрыгнула. К сожалению, ударила в красивый «Москвич». Ужасная ситуация, когда вот все пропало, все кончило. И я даже во второй гонке не пересек линию старта. Ужасное впечатление вообще от всей этой гонки. Ну, не вяжется в Мечкова вообще, ну, не клеится с этой трассой какие-то отношения. Гонки в «Москлоклассе Гран-при» у меня на 48-й машине. Ну, что-то там не так. Следующий этап у нас будет в октябре. Я уверен, что на третьем этапе у нас будут очень неплохие гонки. Будем биться до самого конца. Около половины автомобилей, бегающих по нашим дорогам, имеют автоматическую трансмиссию. Но не каждая машина блещет надежностью коробки автомат. А у владельца ремонт такой коробки может вытянуть солидную сумму денег. Гидротрансформатор работает как центрифуга. Соответственно, по краям лопастей скапливаются продукты износа, тех же самых блокировок. Симптомы могут быть разные. От вибрации до плавающих оборотов при разгоне, ну и вплоть до остановки мотора при включении драйва. Сервисный центр «Гефест» пополнился оборудованием для ремонта наиболее часто ломающейся детали в АКПП. Здесь разбирают гидротрансформатор, моют его части и потом собирают уже с новыми комплектующими, новыми фрикционными накладками, подшипниками и демпферными пружинами. Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, стоимость которого может достигать и сотни тысяч рублей, тогда как ремонт может обойтись в 10 раз дешевле. Подобные ситуации встречаются и с рулевыми рейками. Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком. В большинстве случаев ее можно отремонтировать. Для ремонта рейк протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники, а также здесь исправляют дефекты при эксплуатации автомобилей с карданами. Мы специализируемся на ремонте карданов. Имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца. А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров, то есть для любой коммерческой техники. И самое главное напоследок, чистота и порядок в инструментах и запчастях – это залог профессионального подхода к задачам. А значит, качественное исполнение. На сегодня у меня все. Смотрите программу «Гараж» ровно через неделю. Любите автомобили, получайте удовольствие от них и удачи вам на дорогах. Пока.